Вы были правы, я ни хрена не справился с тысячей сил Цвет получился, по-моему, просто мега сумасшедший Увидев результат, я подумал, вау, нифига себе, вот это гов... Кусок... Это стоило очень дорого Вот эта ошибка, блядь, стоила очень дорого Друзья мои, многие из вас писали в комментариях На хрена тебе нужно тысячу сил, ты с ними все равно не справишься Вы были правы, я ни хрена не справился с тысячу сил Пол восьмого утра, холодный асфальт, я, собственно, поддаю газку Hellcat начинает нести, и он как на коньках вылетает, короче, бам-бам-бам Я несусь по разделительной, съезжаю вправо, останавливаюсь на заправке Выхожу из машины, значит, я и смотрю, что у меня происходит У меня вот этот диск вот здесь вот, он ободранный Задняя часть, задний диск, то же самое, тоже ободран Машина едет, ничего нигде не пробито, не поцарапано, по кузову все нормально Но машина едет вот так вот, ребят, сейчас, чтобы вы понимали И я понял, это знак Знак того, что мне нужно все-таки затюнинговать Hellcat Поменять на нем колеса, поклеить пленку, поставить расширение И сделать из него мини-демона на тысячу сил, как я и хотел Сегодня настал тот день Сейчас ребята приводят машину в порядок Перед тем, как ее будут разбирать и клеить Я думаю, что дня за три мы должны управиться Так, Вячеслав? Ладно, погнали в сюжет Я покажу вам, что за пленку мы взяли И каким Hellcat этот будет Уже в конце этого выпуска Фух, ребят, машинку подготовили к тому Чтобы ее могли поклеить И теперь ваше внимание Каким же цветом будет этот Hellcat? Всем интересно Как и все машины в моем гараже Изначально все думали, что Hellcat будет красный Ну, в том числе и я думал, что он будет красный Но нет Мы не знаю, что со Славой здесь Может, какой краски перенюхали Ацетона И мы решили, что этот Hellcat должен быть Такой, как ган металлик Знаете, вот такого вот цвета Мы заказали вот такую пленочку Она приехала Я смотрю на нее и говорю Вау! Вот это будет пуля! Он просто будет серебряный Офигенный! В этот же вечер я прям, Слава говорит, пленка Приехал, несусь в гараж И мы, ребят, начинаем Примерять, как это будет смотреться на Hellcat'е Увидев результат, я подумал Вау! Нифига себе! Вот это гав... Это серая машина Кусок... На следующий день утром, когда я увидел на солнце Как это смотрится Я подумал, все, фаталити Я выкинул 600 баксов на ветер Ну, реально, ну, мне жалко Вот этой пленкой клеить эту машину Поэтому было принято решение заказать еще одну пленку И у нас приехал вот такой вот Green Lime Пленочка Avery Ребят, она офигенная Мы приступаем к делу Парни разбирают тачку и начинают ее клеить Мальчишки, девчонки Я тут приехал в гараж Буквально ошалел Знаете от чего? От того, что я увидел вот такой вот Плимут Ротранер, который стоит напротив И приехал на продажу к нашему соседу Я почему обомлел-то от этой тачки? Потому что у нее цвет один в один Точно такой же, как и у меня сейчас Но, по крайней мере, очень близко Смотрится тачка, конечно, очень классное сидение Смотрите, от Вайпера Здесь стоит движочек Я только что разговаривал с владельцем На 550 лошадиных сил Машинка, ну, прям бросается в глаза Очень прикольно Я тут вижу уже вещички, которые приехали ко мне Ребят, смотрите сюда Здесь у меня резина Нита НТ 05Р В общем, это прям заточенная под драгрейсинг резина Аккупенные колеса Все четыре одинаковых Четыре колеса 315-40Р18 У меня сейчас стоят 20-е Но будут здесь стоять вот такие вот Оригинальные демоновские колеса Это 18-й радиус Видите, как я их поднимаю одной рукой Они очень легкие У них минусовой оффсет и ширина Ну, просто безумная, на мой взгляд Мы ждем еще два диска Потому что я лоханулся Я думал, тысячу долларов стоят четыре диска Оказывается, два Но это все оригинальное Это не реплика Блин, я жду, когда это все поставим Салют, народ Ну что, не ожидали увидеть меня в камере? Мы сейчас поклеили почти полностью весь основной кузов Но нас еще ждут расширения, как у Халкета, демонов То есть сюда пойдут накладки, причем родные, настоящие Которые встают все в родные места У нас на очереди нужно поклеить бампер Ну что, погнали? Всем привет! Так, рассказывай Я смотрю, вы прямо здесь постарались Все очень круто Машинка уже почти готова Но еще пока нет чего? Расширение Так, ладно Слушай, ну вообще красавцы Реально, черные коты Смотрятся очень круто на этом цвете И вообще черное сочетание с таким зеленым Прям мне нравится Жопу вы полностью собрали Слушай, сколько? Два дня, да, у вас ушло? Еще один нам нужен Еще один день нужен? За два дня парни просто разобрали, поклеили И уже начали собирать машину Ну, блин, растем Это прикольно Красавчик, Слав? Слушай, мне нравится Цвет огонь Тебе самому как? Мне нравится Нравится? Давай, оставляй так Фары не будем прорезать Пускай он будет полностью зеленый Слепую оставим Слепую оставим Да, вот так будет нормально Короче, я с соседом Тиры-тыры договорился Сосед нам дает машину на детейлинг И в общем сейчас первая машинка, которая к нам заезжает от соседа Это вот этот вот беленький ягуар Посмотрите только на него Нам нужно его помыть, почистить и привести в порядок Потому что дядя эти машинки продает Ну что, погнали? Ну, Илюх Что ты будешь сейчас делать? Что планируешь? Мы ее сначала хорошо отмоем После мойки мы займемся чисткой подвески, дисков Приведением хрома в порядок Займемся салоном Отмоем, сделаем его новым Завтра заедет зеленый плимут А послезавтра заедет у нас еще пантеан Будем успевать Так, пацаны Блин, ну классно Лягуарчик Погнали в работу Ребята, всем привет У нас в работе Ягуар 1970 года Вот такой это красавец Мы его помыли Пока очистили только кузов Сейчас занимаемся интерьером Чистим центральную консоль Снимаем кнопочки Их по отдельности чистим Приводим состояние близкое к заводскому С такими машинами нужно быть предельно аккуратно Потому что все-таки возраст, материалы старые Максимально щадящими способами Мы постараемся вернуть его В приличное состояние Цена этой машинки Сейчас по рынку Ее продают за 22 тысячи долларов Дядя удивляется Почему она нахрен никому не нужна А почему ее никто не покупает Халкет у нас полностью уже поклеен весь Мы ждем нижнюю губу, чтобы ее поставить Вот сюда у нас идут сейчас Слава мастит уже новые поворотнички Точнее, габариты Да, и вот так вот у нас встает здесь расширение Мы сейчас его уже потихонечку начинаем крепить И заднее, как видите, мы прямостили Мы еще не проклеивали внешнюю часть скотчем Пока мы только по зазорам выставляем нижнюю часть Чтобы она уже все То есть здесь приклеена И держится уже так дубово нормально Что, Слав, получается? Ну, примерно так Теперь все это нужно склеить Есть у нас охренеть какая неприятная новость Пацаны вчера приклеили все расширение на Халкет Но, смотрите сюда К утру мы обнаружили вот такую вот историю То есть, что, Слав, произошло? Скотч не справился? Скотч не справился Я не знаю, как они рассчитывали вообще на него Но тут явно нужно что-то помощнее приклеивать Потому что, так сказать, заводские настройки сюда явно не подходят Поэтому мы купили сегодня 3М-очный герметик На который уже мы проверили неоднократно Все садится хорошо А так, в целом, Слава сегодня доделывает проемы еще по машине Мы же хотим красиво, чтобы дверка открывалась вот здесь И не было вот этой белой Поэтому Слава сегодня здесь заклеит все зеленочкой Ильюха, расскажи, пожалуйста, каково тебе, братан, работать с тачкой такого возраста и такой цены? Нормальная машина, обыкновенная Ну, каждый день такие мою, да? Да Теперь да Теперь да Слушайте, ну реально круто, ребят Этот, короче, Плимут стоит 110 тысяч долларов Это машина 70-го года Тачка настолько кайфово Так, сейчас мы плавно поймаем Нейтраль Так, у него приборы просыпаются не сразу, понимаете? У меня телефон весь день падаете Убери его, убрал, все Короче, классный Плимут, Ротранер Мне очень нравится, у него на самом деле больше вот этот персонаж, который здесь везде наклеен Вот эта птичка, которая из мультика была В общем, друзья, жизнь гаража кипит Я очень надеюсь, прям держу пальцы крестиком, чтобы все... У меня приехали диски буквально там завтра И мы собираем полностью Hellcat И в этом выпуске вы все увидите на этой неделе Потому что все идет вживую записывается Сегодня уже понедельник Народ, короче, одну тачку сдали Сейчас нам дают вот этот вот Кадиллак Я, честно, охреневаю каждый день Ну, это реально прикольно, понимаете? У нас мы работаем с такими тачками С какими никогда в жизни бы не удалось поработать А тут коллекционер, который продает их Ну что, давайте заберем катик Ребята, вот и настал тот день Когда мы едем все-таки обувать колеса в шиномонтажку Итак, приехали все диски Все четыре на месте Покрышки тоже уже давно были на месте Слав, вот ты стоишь рано утром Любуешься на тачку Как тебе все? Мне нравится, поехали уже скорее Обувать, поспорим, это конечный Так Ох, как я давно на нем не ездил Как здесь все блестит Что это было, пацаны? Вот так нормально Поехали Спустя несколько монтажек мы приехали со Славой В место, которое нам рекомендовали несколько моих друзей Вот дядя нас принял Он, короче, говорит Только завтра я могу вам переобуть машину Мы ему говорим Ну, слушай, у меня влог Ютуб-канал Туда-сюда Он говорит Окей, ладно В 3.40 машина будет готова Немножко о вот этих колесах Которые я купил Это почти слики И эти колеса с натяжкой легальной для дорог общественного пользования В общем, когда человек покупает демона на таких колесах Он подписывает бумажку о том, что в дождь он на них ездить может Но всю ответственность берет на себя В итоге эти колеса идут прям с пометочкой демон И диски идут тоже с пометочкой демон В общем, это все сделано специально для демона Помню все твои правила Помню, что дарит пламя Чего бы расставило Влюбляйся в миспомедии Слава сказал Вот тебе контент, пожалуйста, Дэн Вот я и решил включить камеру Слава сидит, смотрите, у нас Ешь на бегу называется Ждемная еда Ага, суши В общем, так, ребята Мне позвонили только что из мастерской Куда мы отдали халкета И ставить колеса новые И сказали, что не встают колеса Встают назад, но наперед не встают И вот мы едем, пушку ломаем Вообще, что происходит Почему они не встают И такое, знаете, чувство внутри Да, блядь, ты когда же это закончится Почему стоковое? Ты покупаешь болтон, и оно не встает Я не понимаю Блин, но то, что я вижу Охренительно просто Задние колеса, ребят Я прям сейчас покажу вам чуть-чуть Смотрите, как они встали Это нереально круто Судя по отметинам Пацаны уже, видимо, попробовали Бернаут на нем Посмотрим сейчас, что у нас с передними Что за проблема Мы горим ярче звезд в ночи И у нас на то тысячи причин Я хочу Стандартные демоны используют 4-пот калипер Это 6, но это немного широкий И прямо на корне здесь Вы видите, что на 20-х мы даже близко На 18-х мы просто перестали Так что, в основном, мы нужны Сейчас 60-х крючок Короче, тормоза у нас будут цеплять на этих дисках И поэтому они не могут их поставить Поэтому они говорят, что мне нужны спейсы Вот теперь вопрос На демоне, блядь, другие тормоза, что ли, или что? Я буду звонить Владу в Небраску Узнал от него Окей Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я давно такого не испытывал Это было офигенно, ребят Сейчас мы будем разбираться, что у нас с колесами Почему не встают родные Но мы уже знаем, да, то, что у нас у порта больше Но мы просто поймем сейчас масштаб Насколько все печально Цвет получился, по-моему, просто мега сумасшедший Мне нравится Прям офигенно смотрится На солнце ни желтый, ни зеленый Переливается Мне все прям очень-очень понравилось Вот зацеп с этими колесами Теперь абсолютно другой Я пока стесняюсь Она просто наваливает теперь С этими тапками Короче, я рад Сейчас мы будем разбираться Сейчас должен подъехать Слава Он тоже пытается бурнаут сделать Сейчас подъедет Слава И мы померяем колеса, ребят Поэтому оставайтесь с нами Ну что, пока получается пушка Я прям Круто все Илюх, расскажи, пожалуйста Ты тут стоишь скромненько в сторонке У тебя вчера заехал вот этот вот пепелац Ты мне скажи Я понимаю, что ты уже второй день Его полируешь Это машина 50-х годов, братан Как тебе ощущения? Ощущения не из лучших Можно полировать, наверное Свежие машины Но в более уставшем состоянии Потому что здесь куча элементов Хрома Углов Ну а что ты хотел? Ребят, вот эта машинка стоит 70 тысяч долларов Это Кадиллак 50-х годов Ребят, он нереально крутой Внутри, снаружи Ты смотришь просто здесь Офигеть, как красиво В общем, эта машинка у нас сейчас на детейлинге И следующая на очереди у Илюхи Вон тот вот GLS Или GLS Назовем вот так GL, блин Его будем делать тоже Полировку, химчистку, детейлинг Настает момент истины Мы сейчас поймем вообще В чем за проблема у пацанов была И насколько это все критично Так Не одевается То есть он совсем, да, упирается У нас зашел сосед и говорит Хорошие колеса Сильно, да, у нас она Вот, вот эти углы он упирается Вот сюда То есть даже здесь проставки ничего не поможет Проставки не помогут? Теперь они там Ради смотрят Твою мать вообще Это стоило очень дорого Вот эта ошибка, блядь Стоило очень дорого ОК Ставим обратно родные колеса передние Заказываем на них, возможно, проставки Чтобы она хотя бы ездила И нормально смотрелось Не так страшно, когда ввалены колеса Ну и дальше решаем вопрос Либо мы меняем тормозную систему Ставим от демона сюда И у нас встают эти колеса Либо я оставляю это с проставками Либо заказываю другие колеса В общем, вариаций много Не хочется просто тратить больше денег Потому что я и так хотел сделать красиво Но попал Ладно, разрулим Братан, скажи всем пока Паспорт я тебе потом отдам Не так, конечно, я хотел закончить этот выпуск, ребят Я хотел собрать тачку полностью Выехать на ней, подснять Как это будет красиво И финально смотреться Но, к сожалению, иногда все идет не по плану Поэтому, что я могу сказать Достроим Время еще есть Пожалуй, я завершу этот выпуск Я хочу сказать одно Я доволен этим цветом Я доволен, как едет машина Владу из Небраски отдельный привет Влад там затюнил свою RS3 Так что она просто набирает за 2,6 по-моему секунды Там до сотни В общем, кому интересно, чекайте Ссылочка в описании Ребят, спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца Оставайтесь с нами Подписывайтесь на канал Пишите комментарии Я всегда вам рад Увидимся-таки очень скоро, друзья мои Через недельку Субтитры сделал DimaTorzok